Приветствую, друзья. До этого момента считалось, что у России в этом мире только два союзника. Это армия и флот. Ну, можно отдельной статьей еще выделить ВКС России. В этом году Владимир Путин напомнил еще об одном союзнике, о котором все забыли. Хотя он еще с незапамятных времен стоял за россиян грудью. Да, вы правильно поняли. Это Дед Мороз. И на Чудском озере, и во время польско-литовского нашествия, не говоря уже про две последние отечественные войны с Наполеоном и Гитлером, он стоял за нас. И кто знает, где бы мы сейчас были, если бы не он. Пришел он на помощь России и в этот раз. Для тех, кто забыл, в этом году Путин продемонстрировал всем сомневающимся все свое всесилие, загнав половину рядовых обывателей Европы за порог энергетической и газовой бедности, заставив их в целях экономии мыться один раз в неделю, спать в верхней одежде и готовить обед в кофеварке. А их горе правителей, объединившись для солидности в группы стран по географическому принципу, с ночи занимать очередь в кабинет злодея Миллера и спрашивать у вышедших оттуда, в каком он настроении, даст газ сегодня или нет. И президент России совместно со злодеем Миллером сделал это совсем не из вредности. И даже не для того, чтобы ускорить запуск Северного потока-2, как вам уже все уши прожужжали западные пропагандисты, а для того, чтобы принудить страны Евросоюза отказаться от норм третьего энергопакета и опять вернуться к долгосрочным контрактам поставок российского газа, от которых их Еврокомиссия в своей газовой директиве настойчиво отговаривает и даже запрещает. Поверьте, в этой игре все методы хороши, и Путин еще выбрал не самый жестокий. Именно поэтому он меньше всех сейчас заинтересован в скорейшем запуске Северного потока-2. Об этом уже велась речь в одном из прошлых видео, поэтому заострять на этом внимание не будем. Но европейцы пока упираются. Не поймут только на что они рассчитывают, если только на чудо. Однако чудес может быть всего два. Первое. Дед Мороз в этом году не придет. Вы сами-то в это верите? А если придет, тогда поздно будет кричать «Путин, помоги». Если он и поможет, то только Германия, включив не дожидаясь сертификации Северный поток-2 в тестовом режиме на полную мощность. Все 55 миллиардов кубов газа в год. Уже слышатся вопросы «А что, так можно было?» Отвечаем. Можно. Режим-то тестовый. Надо все проверить. Газопровод – штука сложная. Магистральный, высокого давления. Без тестов никак. Правда, 55 миллиардов при всем желании мы не успеем прокачать. Вот если бы включили прямо сейчас, то до нового года прокачали бы около 5 миллиардов. Но вы же сами этого не хотите. Ждете второго чуда? Дождетесь. Второе чудо – это если Газпром сам начнет закачку в ваших подземных газах хранилищ, которые пока заполнены всего на 75%. Вот только объясните нам, дуракам, зачем это Миллеру надо? Вы же сами их летом не заполнили. Вам газ показался очень дорогим. Тогда он стоил 500-600 долларов за тысячу кубов. А что, сейчас он стал дешевле? Предлагаете теперь Миллеру закачивать его туда? При цене в два раза дороже? А что, на дверях Газпрома вы видели табличку «Благотворительный фонд»? Миллер не занимается благотворительностью за пределами России. За закаченный в подземные газохранилища газ нужно платить. Хотя бы за его хранение. А что, если Дед Мороз не придет, зима окажется теплой, и вам хватит своих 75% закаченного газа? Кто покроет Газпрому и России убытки? Почему за ваше спокойствие должен платить Миллер и Россия? Но Путин, добрая душа, с 8 ноября дал команду на закачку. Российский вонючий газ пошел в европейские подземные газовые хранилища Газпрома. Для этого были задействованы украинские и польские маршруты доставки российского голубого топлива. Но больше 2 миллиардов кубов Газпром туда закачать не успеет при всем желании. А дефицит газа в Евросоюзе на данный момент составляет порядка 20 миллиардов кубов. Как зиму зимовать собираетесь? Молдаване, например, с газом. На днях подписали пятилетний контракт с Газпромом по цене 450 долларов за тысячу кубов. Венгры тоже с газом. У них 15-летний контракт до 2036 года. Цена 350 долларов за тысячу кубов. Австрийцы с газом. У них долгосрочный контракт до 2040 года. Цена 280 долларов за тысячу кубов. У немцев труба с северного потока 1. Плюс долгосрочный контракт по цене 280 долларов за тысячу кубов. С привязкой ее к нефтяной корзине. То есть они вообще от свопов не зависят. Как и австрийцы. У болгар тоже контракт. Цена 550 долларов за тысячу кубов. И у сербов контракт. Цена будет пересматриваться во время визита Александра Вучича в Москву 25 ноября. Действующий контракт у них истекает в конце этого года. Сербы хотят его пролонгировать. Пока они получают российский газ по цене 240 долларов. Но такой цены уже не будет. Какая будет, увидим уже скоро. Поверьте, никто братьев сербов не обидит. Цена будет не хуже, чем у венгров. Болгары же переплачивают за свою продажность. А если бы протянули в свое время Южный поток, то вообще бы горя не знали. Им бы еще и доплачивали. Вот так и расплачиваются болгарские небратья за свою глупость и бесхребетность. Про султана вообще молчу. Тот в полном шоколаде. Одна ветка турецкого потока, мощностью почти 16 миллиардов кубов в год, и голубой поток, еще 17 миллиардов кубов, полностью работают на него. Цена? Пальчики оближешь. Никто ее не знает, но очень сладкая. Продолжим. У Греции контракт с Газпромом, у Хорватии контракт. Про Боснию и Герцеговину, Словению и Северную Македонию уже молчу. Тоже связаны контрактами. Хоть объемы и небольшие, но птичка по зернышку клюет. Итальянцы, те вообще третий после немцев и турок покупателей российского газа в Европе. За первые 9 месяцев этого года уже купили на 14% газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. 18 миллиардов кубов. Поляков, со всей их подлостью и русофобией, здесь приводить не буду. О них и так все известно. И тут на фоне всех этих событий всплывает Украина. Вот где реальный шторм. Небратья с конца 2015 года якобы не закупают агрессорский газ. При потребности в 30 миллиардов кубов в год они ее удовлетворяют газом собственной добычи, которая год от года падает. Раньше было 20 миллиардов. Сколько в этом году секрет? Но не менее 15 миллиардов. Разницу покрывают импортом из Евросоюза. Все того же российского газа, но с переплатой, которую повесили на простых украинцев. И все бы хорошо, но в этом году сами знаете, что в Европе с газом творится. Мало того, что дорогой, так его еще и нет. Кто виноват в этом, тоже знаете. Кремль и лично Путин. Где взять недостающие 10 миллиардов кубов газа? В хранилищах всего 18 миллиардов, из которых 4,8 миллиардов – это неподъемный остаток, служащий для поддержания давления в подземном газовом хранилище. 6 миллиардов принадлежат иностранным резидентам. И еще 3 миллиарда – это резервные страховые мощности. Как на оставшиеся 5 миллиардов пережить зиму, я не знаю. Не знает этого и Зеленский. И уже готовит народ к очередной зраде – прямым закупкам газа в Российской Федерации. Вот и докажите мне после этого, что Дед Мороз не проходит по спискам ведомства Сергея Кужугетовича. Думаю, он там числится в звании не ниже генерала. Так вижу, друзья.